Административное наказание – мера вынужденная. Применяют ее к злостным неплательщикам судебные приставы. А решение выносит суд. Алена Новоселова задолжала по алиментам. Суд привлек женщину к общественным работам. Я работала раньше в ЖЭП. Но просто из-за морозов не вытянула. Потом шла. Там же все равно, даже зимой, холодно, все равно на домах тут убираться. Сложно, не сложно? Да нет, не сложно. А чем вы здесь занимаетесь? Ну, мусор собираем, траву щипаем. Покос травы, уборка сухой листвы, мелкие ремонтные работы. В парке культуры и отдыха дополнительные руки нужны всегда. Среди должников встречаются и ответственные люди. Они приходят на работу к 8 утра. Заведующий хозяйством определяет вид работы. Должник приходит. У него написано определенное количество часов, сколько он должен отработать. Мы с ним решаем здесь на месте, по какому графику он будет отрабатывать. То есть, либо человек имеет возможность полностью 8-часовой рабочий день, в зависимости от общего количества часов. Мы считаем, сколько дней он будет сюда приходить. Общественные работы не оплачиваются, но пропускать трудочасы нельзя. Уклонение может повлечь штраф от 150 тысяч рублей или арест до 15 суток. Нередко судебные приставы проводят розыск должников, которые не исполняют решение суда. Выходим в организацию, куда был направлен должник, проверяем его на рабочем месте, выявляем факты невыхода на отбытие наказания. Данная мера наказания, чтобы побудить должника для осуществления выплат по алиментам. В дальнейшем, если должник продолжает нарушать, не оплачивать алименты, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело. Посещают судебные приставы, рабочие места, куда должникам дают направление для исполнения наказания. Если они не выходят, то отправляются по домашним адресам. Такие рейды проходят регулярно.